Значит, мы сегодня поговорим об энтропии, о стреле времени и так называемом высокоэнтропийном сплавах. Это вот самый писк, самый крик какого-то такого материаловедения 21 века. Что это такое высокоэнтропийные сплавы, откуда они появились и что они значат? Это когда берут, смешивают примерно в одинаковые пропорции, скажем, металлы пяти видов. И они начинают возникать, и появляются у них аномальные свойства. Они становятся очень жароустойчивыми, совершенно не коррозийноспособностью, то есть коррозия не поддаются и так далее, и так далее. Там весь стоит, что их должно быть не меньше пяти, это раз. А во-вторых, должна быть такая ситуация, что они должны быть смешаны примерно в одинаковых пропорциях. Ну вот одно из самых главных вещей, которые мы получили, это так называемый миферил. Миферил – это у толканутых, то есть у поклонников Толкиена некая такая материала, с которого делается очень легкая и очень крепкая кольчуга, которая ничто не побивает. И вот самое смешное, что его не так давно получили тоже. Значит, еще он состоит из лития, магния, титана, алюминия и скандия. Притом титан и скандия одним номером отличаются. Титан 22, а у скандия 21. У магния 12, а у алюминия 13. Он очень крепкий, он очень пластичный, он, грубо говоря, весит примерно столько же, сколько алюминий, обладает свойствами лучших титановых сплавов с возможными лигирующими добавками. Такая вот эта вещь. Их называют почему высокоантропийными? Ну, потому что энтропия, они между собой перемешаны. Это максимально энтропийно нагруженное состояние. Вот такая вещь. Я предложу серию экспериментов, не знаю, кто-то когда-то построит, поставят, которые могут дать, если мне кажется, если я действительно прав, еще более интересные следствия. Вот так. Значит, сегодняшний наш семинар, он навеян двумя вещами. Это первое у Сережи Сычева, который рассказывал нам про нетократию, был день рождения. А что говорят интеллигентные люди на день рождения? Они говорят, кто чего нюхал, кто чего пробовал из психоделиков, и еще об энтропии. И потом, совершенно случайно, с ресурси аппарата, у меня оказалась статья Алексея Савченко по поводу тоже энтропии и, соответственно, понятия свободной энергии гипса. Кстати, я так до конца ее и не прочитал. Там есть некоторые еще забавные рассуждения, которые я могу воспроизвести, посвященные колонне, знаменитой нержавеющей колонне в Дели, Индии, которая типа 1600 лет, которая из чистого железа, и которая совершенно не поддается никакой коррозии. Вот такие вот вещи. Значит, что такое энтропия и откуда она взялась? Вообще говоря, это большое чудо, что у нас все уравнения, все физики у нас абсолютно обратимы. Мы можем во всех наших уравнениях заменить Т на минус Т, и у нас ничего не изменится. С исключением одного единственного параметра. Это единственный параметр энтропии, который всегда-всегда возрастает. Сколько Т на Т не замещай, это очень странно, что она не меняется для замкнутой системы. То есть она либо не меняется, либо она всегда возрастает. Значит, вообще говоря, как происходит рост энтропии? Ну, допустим, мы... Вот самая распространенная эта штука. У нас есть 100 молекул, да? 100 молекул, которые сидят в одном кубическом сантиметре. Сидят, а потом мы стенку здесь открыли, и они вылетели. Они оказались в одном кубическом метре, да? И мы понимаем, что они как бы у нас энтропия этой системой возросла. Ну, вообще говоря, какова вероятность, что она соберется обратно? В одном и том же штуке. Ну, один кубический метр, это 10 в шестой, да? Чтобы все 100 выявились в одном месте, еще надо на 100 умножить. Так? Или нет? Нет. Но вероятность того, что она, потом какая-то эта штука сюда вернется, она у нас, значит, будет составлять... То есть еще в сотой степени. Да, еще в сотой степени, да. Да, еще в сотой степени, да. Такая вот эта вещь. Что совершенно невероятно, вы понимаете, да? То есть эта штука совершенно невероятна, чтобы потом все 100 молекул оказались в этом кубическом сантиметре. Это и полагается, и говорят, что здесь вот это есть проявление свойства энтропии. Как совершенно справедливо замечает здесь Сергей, это Илья Пригожин, что, вообще говоря, это странно, что у нас оказывается, что это некий просто вероятностный процесс, и у нас система с уменьшением энтропии оказывается не то, что вообще невозможно, она оказывается просто маловероятна, ну, совсем маловероятна. Да, маловероятна совсем. Ну, вот такая-то вещь, то есть она связана с вероятностью. То есть господствующая интерпретация, она состоит в том, что у нас все вещества приходят от менее вероятных состояний к более вероятным. И обратно они вернутся не могут. Вот это как бы представление об энтропии. Вот это странно. Замок и системы. Ну, замок и системы, конечно, да. И это вот как-то так. Вот это происходит. Значит, что я хочу еще по этому поводу заметить? И когда появились всевозможные вот эти высокоэнтропийные сплавы, а эти высокоэнтропийные сплавы, у них большое количество компонентов, не менее 5, примерно в равных пропорциях. То есть не меньше 35%, один из компонентов, то есть не больше 35% и не меньше 5%. И вот они начали все их. Они на основе железа, значит, нове чего-то. Все обладают всевозможными родами и странными свойствами. И физики, химики этот вопрос начали исследовать. А ищут они в одной очереди простую. Что у нас происходит такое в решетке здесь? Что у нас здесь такое в решете? Как один друг на друга наслаивается? Как эти фазы между собой совмещаются? Как химические связи здесь устроены? И понять ничего не могут. И вот это. Вот и какова ситуация. Но давайте мы эту задачку постараемся решить чисто формально. У нас есть представление о свободной энергии гипса. Вот это внутренняя энергия, это давление, это объем. А это коэффициент минус ТС. Если она больше нуля, то у тебя вот эта самая система, например, способна к химической реакции, например, к окислению. А если она меньше нуля, то никакого окисления у тебя, химической реакции здесь не произойдет. Теперь посмотрим на эту слогаемую минус ТС. Представьте себе ситуацию, чем у них высокоэнтропийные сплавы отличаются. Тем, что у нас это С, оно становится очень большой. Представляете, да? И таким образом нам надо добавить еще, получается, даже при высокой температуре, добавить еще некую внутреннюю энергосистему, для того, чтобы, например, вот эта система наша начала плавиться. То есть ее добавить. Потому что ТС, оно с отрицательным знаком, да? Вы представляете, у нас С растет, и таким образом, чтобы это компенсировать, чтобы уже было больше нуля, нам надо добавить больше давления, больше энергии внутренней. Вот такие вот вещи нам надо всяческим образом произвести. Вот. То есть я вот эту ситуацию рассматриваю чисто формально. И в этой чисто формальной рассмотрении ситуации у меня оказывается, что высокоантропийные сплавы, они обладают своими качествами, не только потому, что там какие-то особые химические соединения, какие-то особые фазы, какого-то взаимодействия, а вот просто чисто формально. Потому что формула гипса для свободной энергии носит вот такой характер. Для минус ТС, то у тебя стоит отрицательный знак. Вот. Поэтому я могу предложить следующий эксперимент. А давайте мы мешать будем не совершенно странным, не различные химические элементы, а различные изотопы одного химического элемента. И посмотрим, что получится. Вот этот эксперимент, который я предлагаю. Ну, например, самый простейший. Берем у нас железо. Где у нас железо? Значит, железо, у него есть 4 стабильных изотопа. 54, 56, 57, 58. На 56 у него приходится 92%. А все остальные изотопы, они у нас совершенно другие. Вот. И у него еще 60-е. У него период прораспада 2,5 миллиона лет. Так давайте из этой штуки приготовим опять высокоэнтропийное соединение. Мы возьмем все вот эти изотопы в одинаковой пропорции. Вот 54-го всего 6%, естественно. 57-го 2%, да. 58-го вообще почти нет, там, 0,2%. Мы возьмем их, всех возьмем, перемешаем, нагреем, расплавим их, охладим. И тогда, таким образом, у нас получится, что мы имеем систему с... И мы аккуратно их перемешаем. И начнем мерить их, например, ее температуру плавления. Или коррозионную стойкость начнем мерить. И мы увидим, я полагаю, что их коррозионная стойкость резко возрастет. Это будет очень странно. Притом, если мы возьмем 54-й изотоп чистый, то у него коррозионная стойкость и температура плавления будет примерно такой же, как у натурального железа. Для 57-го, если мы его отдельно возьмем, тоже будет так. Для 56-го тоже будет так. Для 58-го для любого. Потому что, по сути, они немножко отличаются массой, но с химической точки зрения это вещества абсолютно идентичные. Но должно случиться чудо. То чудо, в которое каждый не может поверить. Ну, невозможно в него даже поверить. Что если мы возьмем вот эти изотопы и смешаем их примерно в одинаковой пропорции, то есть примерно по 20%, то его теплоемкость, его температура плавления, его температура и коррозионная стойкость должны существенным образом возрасти. Чем это связано? Тем, что мы получим некое высокоэнтропийное соединение. Но это будет очень специфическое высокоэнтропийное соединение. Такое высокоэнтропийное соединение, в котором невозможно будет на специфику химических связей свалить, то есть объяснить его всевозможные рода странные аномальные свойства. Вот такой эксперимент предлагается поставить. Здесь самое сложное их очень правильно смешать. То есть можно купить каждый изотоп по отдельности. Ну, у кого еще можно использовать? Ну, например, китам. А, извините, чем отличаются изотопы? Да, чем они отличаются? Чем? Ну, чем? Наличием чего? Ну, простая вещь, чем они отличаются. Для слушателей. Ну, отличаются тем, что у тебя протонов одно и то же количество, а нейтронов разное. То есть отличаются количеством нейтронов? Да, вот титан, у него номер 22. Вот у него здесь сок 6. Каким образом нейтроны удерживаются? Ядерными силами. Ядерными силами. Они находятся в ядре. Да. Ядро у него состоит. Вот, например, сок 6-ой изотоп титана. Его 8% в природе существует. У него 22 протона, и, соответственно, 24 у него нейтроны. Если мы, значит... Я хочу заметить, что... Каким образом количество нейтронов сказывается на физических, химических свойствах? Никак не сказывается. На физических она сказывается, потому что масса зависит, там еще другие. А химические свойства, они никак с ним связаны. Почему? Потому что химические свойства вещества, они определяются электронами. Электронов на внешних оболочках ровно столько же, сколько протонов, то есть сколько заряд ядра. Ровно такой же. Количество, может быть, а влияние ядра, разве не обретение не сказывается на химических связях? Очень слабо оно складывается. Действительно, если ты возьмешь, например, тяжелую воду, то у нее температура, например, кипения будет отличаться от температуры кипения обычной воды. Но не намного, совсем чуть-чуть. И температура замерзания будет отличаться тоже ненамного. А ведь там, прошу прощения, водород по массе от диетерии отличается ровно два раза. Но очень слабо сказывается течение. А когда мы берем 46-й затоп титана и сравним 47-й, то мы понимаем, что там отношение в массе уже не два раза, как для протиа и диетерии, а просто 2%. 2% очень мало. То есть у нас зависимость от количества нейтронов в ядре очень слабая. То есть у нас химические свойства целиком и полностью определяют внешние электроны. Валентные, всякие вот такие. Вот они его определяют. А ядро его не определяет никак. Но с другой стороны, если мы возьмем эти изотопы, начнем их между собой смешивать, хороший, кстати, вопрос, изотопы, то с точки зрения энтропийной они между собой различимы. Они обладают разными свойствами. Раз они с этой точки различимы, то если мы их хорошенько перемешаем, то у нас энтропия существенным образом возрастет по отношению, скажем, к веществу, состоящему из одного изотопа. Если у нас здесь имеет свойство быть только одна энтропия, то тогда вот такой вот этот эксперимент на основании энергии гипса возрастет. Нет, она возрастет. Потому что ты перемешал. У тебя, ну, это как вот, знаешь, есть известная тоже гидроэлектростанция в этом, в Норвегии. известная штука. Она чего делает? Там у тебя река, река, она впадает в море. И они поставили здесь перегородку. Да? И что у тебя происходит? У тебя как бы резервуары здесь вот это. И у тебя возникает как бы два потока. Первый поток, это соленая вода сюда просачивается. А второй поток, вот эта вода тоже просачивается. Ну, как бы, два перегородка двух типов. И вот здесь у них как бы так по электростанции. Да бывают электростанции таким образом. Два резервуара. Почему? Потому что, когда ты смешиваешь два различных вещества между собой, у тебя, они, происходит диффузия, они пытаются равномерно распределиться. Энтропия у тебя в ситуации возрастает. То есть у тебя, когда были с одной, с одной, скажем, соли здесь не было, а с другой стороны у тебя здесь соль появилась, то соль стремится, например, натрий хлор обойтись таким образом, что она, что в веществах, эта соль была бы равномерно заполнена. Ну как бы ты взял вот этот кубический сантиметрик, открыл его, и у тебя все 100 молекул, они постараются равномерно заполнить твой кубический метр. Вот здесь тоже самая ситуация. Тоже самая ситуация. И если бы у тебя был бы, например, ну титан представлял себе жидкость, это вполне возможно было, можно нагреть. Можно, ну это, не существует, наверное, таких перегородок, таких, что у тебя между двумя изотопами титана происходила бы диффузия, то есть изотопы титана стремились бы между собой перемешаться, и это бы сопровождалось бросом энтропии. Вот так. И здесь точно такой же эффект. Точно такой же эффект. Ты берешь, и у тебя, вот, например, я про титан забыл сказать, он от железа отличается, но не сильно. У него 5 изотопов уже с самого начала есть стабильных, так у него самого этого 73 процента с половиной. 48. Чем необычно чем необычно будет продолжение изотопов? Давайте возьмем любые дерева, смешаем там, не знаю, с кожей, и с земной еще с чем-то. Чем это отличается? Ну, нет, нормально, возьми землю, ну, дерево, я не знаю, на молекулярный уровень разложи и смешай, ну, чего, ну, получится что-нибудь. Так, а чем необычно смешение изотопов? Оно необычно только тем, что... Плава, да? Когда ты железо с кирпичом с мечом смешаешь, у тебя химические свойства изменятся, потому что одно дело это углерод, водород там ед с одной стороны, с другой стороны, этот кремний, который входит в состав кирпича, силикат. Они у тебя разные, они по свойствам. Вот этот, так называемый, вот этот самый мифрил, с которого я начал, который очень легкий и обладает уникальными свойствами. У него у лития, магния, титания, алюминия и... Я понимаю, о чем ты говоришь. Разные свойства. Не связана ли масса ядра с взаимодействием электронов вокруг него? И, соответственно, влияние... Практически не связана. Очень... Она связана очень слабо. Вот я приводил этот пример для кипения тяжелой воды. Ну, чуть-чуть. Да, чуть-чуть другая температура. Это ты привел физические свойства? Я имею в виду химические свойства? И химические тоже не связаны. Не связаны. Потому что у тебя химические свойства определяются не количеством нейтронов, определяются количеством электронов на внешних оболочках обычно. Обычно на внешних самых. Ну, не просто количеством, а взаимодействием электронов и другом. Ну, только электронов. При этом только электроны. Не количеством, а взаимодействием. Так оно не сильнее притягивается. Электрон-то не сильнее притягивается кидром. Как не сильнее? Гидро-то больше? Ну. Значит, притяжение электрона выше? Заряд-то тоже у него. Ну, что, чтобы у электрона нет массы? Есть. Ну. Ну, блин, это гравитационное взаимодействие, слабее его нет ничего в мире. Его вообще нет просто. Но ты представляешь, во сколько они порядков? Ну, можно оценить, наверное, порядков 20-30. Порядков 20-30. А у тебя еще там сильное взаимодействие есть. Ну, да, чуть-чуть. Но у тебя всегда химические свойства обладают внешние электроны. Не электроны уровня 1С, а внешние электроны. Но иногда близкие к внешним, как и происходит в переходных металлах, допустим, тех же самых. Когда помнишь, да, из химии, когда у тебя начинают внутренние оболочки заполняться. Вот. Они определяются обычно химические свойства обладаются либо внешними электронами, либо близкие к ним. Вот они химические свойства. Вот так. То есть они от ядра очень далеко. Они к ядру не имеют никакого отношения. То есть ты высказываешь предположение, что перемешав этот обмор между собой, ты лишь меняешь энтропию. Да. Получившегося. Совершенно верно. В этом пафос моего выступления. Изменение этой энтропии должно кардинально повлиять на физические и химические свойства. Да, должно повлиять на физические и химические свойства вот этого высокоэнтропийного сплава. Но тогда в этом случае свалить их на какой-то особый химический состав их нельзя. Ведь это же тоже была странная вещь. Если подумать фенхели так с вами и как они называются нагревательные элементы нихром и нихром так называемые они же тоже обладают свойствами каким-то образом высокоэнтропийных соединений. Просто там в нихроме это никель и хром нагревательный элемент. Он очень такой тугоплавкий и плавится при высоких температурах. Поэтому это нихром. Но там много еще чего остального намешано. А если его намешать примерно в одинаковых пропорциях, ясно, что у тебя в чем здесь когда ты работаешь с ними? Тебе химические связи как бы они мешают. То есть они тоже вносят свой вклад и он достаточно существенный. А я предлагаю этот эксперимент где химические свойства полностью исключены. Потому что ты речь идешь только о различных изотопах. А у тебя растет только одно простая вещь. У тебя растет только энтропия системы. Больше ничего. Когда возьми просто один изотоп возьми и перемешаю равномерно. С чем? С чем? Не вырастет. Не вырастет. Не вырастет. Сделай из него кристалл равномерно распределен. Он и так распределен. У тебя любая штука, любой... Есть и раковины, есть... Нет, тот образец, который делаешь, макроскопическим имеет порядок. У тебя он действительно металл, кристалл. Он у тебя равномерно распределен. И вот этот господин Савченко примерно такую же самую штуку сделал, как ни странно. Он взял обычные гвозди, а, да, приходим к железной колонии, что предлагает Алексей Савченко. Он взял обычные гвозди и начал подвергать всевозможного рода нагрузкам. Нагревал, бил, колотил механическим воздействием. И взял контрольные обычные гвозди. И начал смотреть, положил их на балкон, по-моему, да, и начал смотреть, как сильные они ржавеют. И выяснилось, что у него обычные гвозди ржавеют очень быстро, а эти уже 14 лет лежат, и с ними ничего не случается. Вот те, которым подвергался возможного рода воздействия. Всякое у тебя воздействие... Он обычные гвозди подвергал воздействия, а потом смотрел. Да. И сравнивал с теми, которые не подвергались воздействию. Когда ты делаешь какое-то воздействие, у тебя энтропия системы либо не убывает, либо возрастает. Либо не убывает, либо возрастает. Вот те, которым подвергался возможного рода воздействиям, у него энтропия этой системы возрастала. С точки зрения вот этого закона гипса, у нее коррозированная стойкость тоже должна, свободная энергия гипса, она должна возрастать. Она возросла. И он-то видел, грубо говоря, на практике, что у него обычные гвозди оказались все в ржавщине, а эти до сих пор лежат и не ржавеют. Почему? А энтропия системы у него другая. Это, конечно, не строгий эксперимент, это что-либо еще. Но я предлагаю эксперимент такой строгий. То есть, ты в этом смысле прав, что можно действительно, работая с обычным веществом и одноизотопным, а железо – это практически одноизотопное вещество. Ну, там, углерод, что-то еще. Тоже чего-то добиться. Но вот такой эксперимент, который я предлагаю, это эксперимент чистый. Ты берешь титан… Удивительная энтропия, разве это какая-то физическая слость? Ну. Нет. Ну как, физическая слость? Ну, это терминемическая величина, которая в коррозировании системы. Вот именно это что? Это какая-то характеристика статистическая. Да. Статистическая. А ты, говорит, ты считаешь, что физический слость переизвенится из-за того, что переизвенится как-то непонятно. Да. Да. И вот именно так и считаю, да. Вот так и считаю, потому что никакого… Я с этого начал, что можно сказать, да, что у нас энтропия – это не некая статистическая величина, которая описывает большую сложную систему. И когда мы говорим, что энтропия возрастает, означает, что у тебя система всегда из менее вероятного состояния переходит всегда только это. Но этого как бы недостаточно. Это и пригожно того же не устранит. Поэтому я предлагаю эксперимент, который… Это можно проверить. Этот эксперимент, он будет чистым. Почему он будет чистым? И я бы этим вопросом не задался, если бы не та странная… Тот бум, который сейчас происходит на… Они так и называются высокоэнтропийные сплавы. Между прочим, первый раз этим вижу, я тебе говорю, что я в жизни видел все. В Википедии набираешь высокоэнтропийные сплавы, там есть список литературы. И список литературы на украинском языке. Не на русском, не на английском, не на ком-то еще, а на языке всех настоящих ученых, на украинском. Это вот такая штука. Я говорю, что я в жизни видел все, что называется. Вот. Такая-то штука. Если бы вот этого бума бы не было. А для коррозии это не химическое? Химическое. Ну как вот, может быть, эта химическая реакция измениться из-за того, что там какая-то характеристика статистическая? Да, да. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Ясно. Вот-вот-вот-вот. Поэтому с классической позиции это невозможно. Но когда мы… Не физическое, скажем так. Да. А когда мы смотрим закон гипса, для гипса, если у тебя что-то… коррозина, то у тебя вот эта свободная энергия гипса должна быть больше нуля. Ну вот, она так придумана. Свободная энергия гипса называется. Вот она имеет простую физическую эту штуку. Она описывает способность вещества к фазовым превращениям. В первую очередь к химическим реакциям. По определению она вот так. Ну вот она сделана. Вот он ввел. Есть еще свободная энергия гембольца. Если бы больше температуры, тем быстрее вещество и активность будет. Да. Потому ты ее нагреваешь, у тебя растет, допустим. У тебя У растет и эта штука растет. Если у тебя здесь энтропийное вещество какое-то, энтропийка здесь маленькая такая сидит, то вот этот у тебя слагаемый небольшой. Тренинг температура. А теперь ты берешь в некоторых случаях и эту С повышаешь. Вот берешь и повышаешь. Тогда у тебя руль этого компонента, он у тебя начинает расти. И тогда у тебя, допустим, коррозированная стойкость у тебя будет достигаться неустойчивая коррозионная при более высоких температуре достигаться. И точно так же она способность к плавлению, то есть агрегатному переходу описывать, тоже свободная энергия гипса. Она тоже должна быть больше нуля при этих температурах. Тогда она может плавиться. Если она меньше нуля, то у тебя вещество не плавится. И ты, меняя энтропию, ты получишь эти странные свойства, ты становишься она более тугоплавким. Вот как это. И для всех высокоэнтропийных или так называют высокоэнтропийные вещества, то есть вот эти сами пропорции, они все тугоплавкие практически. Но люди этого не понимают, они не понимают, что дело может быть может. Я так говорю. Может дело не в энтропии, правда? Энтропия это характеристик, которую вы возьмите? Они говорят, что дело не в энтропии, что вот мы возьмем, намешаем что-то. У нас химические связи, решетки так модифицируются, что они становятся более тугоплавными. Такой вопрос. Если, ну допустим, энтропия больше стала, до этого получается нужно увеличить внутреннюю энергию, чтобы преодолеть. Да. Преодолеть. Но с ростом внутренней энергии получается растет температура, будет расти вот это отрицательное да, будет расти. И если раньше они у тебя вот эти штуки сходились при более низких температурах, эти две гривые, то они будут сходиться на более высоких температурах. Почему? Полную энергию пропорциональны температуре. Прямо пропорциональна? Ну, где-то так, да? Или не прямо? Ну, и давление это тоже будет расти, наверное. Или сжимать ее. А я не понимаю, как она все идет? Полную пропорциональну, да? Внутреннюю энергию все-таки. Ну, вроде, да? Просто КТ и все. Ну, КТ-квадрат. Есть. Ну, вот, вот такая вещь. Ну, так она будет вести. И век и будет сходиться. Ну, на самом деле, конечно, для простого КТ же нету. Она уже, у тебя же, помнишь, там же, там же теплоемкости были, включение дополнительных степеней свободы, что-то вот в этом духе. Ну, надо с каждой этой вещью разбираться. Потому что, например, тот же Савченко, хоть он эксперимент с гвоздями свой поставил, он тоже предлагает это говорить об увеличении теплоемкости системы, чем-то еще. Я же предлагаю этот вопрос решить просто экспериментальным путем в лоб. Просто взять вот такой эксперимент и поставить. Потому что, ну, с точки зрения обычного, здравого смысла, ну, блин, ну, ты перемешал ты изотопы между собой. Ну, и чего? Химические свойства те же самые. Имеем ту же самую коррозионную стойкость. Физические свойства примерно те же самые. Имеем примерно ту же самую теплоемкость и примерно ту же самую температуру половления. Ну, если, если, такой, ну, раньше люди высокоэнтропийными сплавами не особо занимались. Потому что они-то думали, что в нихром там или куда-то там в сверло R6-R5 например молибден в качестве реагирующей добавки добавляется. Вы правы. В качестве реагирующей добавки. Мы везде видим, что когда мы добавляем какие-то вещества, хром, что-либо еще, мы же помимо того, что меняем химические свойства каким-то образом, еще помешаем, меняем энтропию системы. И вполне возможно, что энтропия системы у нас надо ее изучать отдельно. И я вот предлагаю для этого смешать различные изотопы. Ну, не менее пяти. Ну, в первую очередь китан предлагаю. А вот жидкости обычно. Ладно, смешивать металлы сложно. Можно же самому дома поставить опыт. Зайки какие-нибудь вещества смешать те, которые растворяются в жидкости. Смешать их. И сменить это как-то свойство расфора. Ну, конечно. Ну, изменится, изменится. Физически плотность, например, меняется. Ну, почему? Меняется, конечно, не изменится. Ну, вот у тебя проблема, она же опять же в ключе твоей увеличении тропии. У тебя проблема, что химические связи, которые у тебя в системе выделены, ты не сможешь отделить. Нет, ну, пускай не сможешь. Кстати, по поводу энергии. По-моему, энергия просто равна теплоемость при постоянном объеме на температуру. Да. Ну, вот эти теплоемкости разные просто, да? Получается? Разных температур. Нет, давай еще, давай еще, как бы, как-то там, что-то там зависит, да? Просто сам факт этот, что вот, Игорь утверждает, что зависит от энтропии. Вот, попытаемся это просто на обыкновенных вещах, на воде. Ну, все смешали, намешали кучу в воде. Так. Кучу чего? Ну, взяли какие-то растворимых веществ, в воде растворяется. Там химические связи, Игорь же предлагает одинаковое вещество, чтобы излучить химические связи. кроме химических связей, это изменяется, как бы, у жидкости? Да, меняется. Но у тебя нет эксперимента, где ты можешь отличить ее чисто энтропийный вклад от чисто химического. Ты не можешь. Как и в этих высокоэнтропийных сплавах. Вот они там думают, как там, скандин, что объявить, или титана, что изменить. То есть, у них все на химию пытаются свалить. То есть, люди, которые этим занимаются, они пытаются все свалить на химию. А здесь речь идет об эксперименте, когда уже гарантированно на химию нельзя свалить. Я вам тут предлагаю этот изотопный эксперимент. Для того, чтобы на химию свалить было нельзя. Никогда. Если что-то поменяется, то это будет результат только энтропии. Да, только энтропийный будет результат. Например, может еще масла разные. Разные химические? Да. Ну, интересно, в чем? Я там еще, например, в каких-нибудь устройствах, которые там, как они называются, гидравлические. Посмотрите, меняется ли свой гидравлический же. Так ты опять это, ты возьмешь, на химию свалишь. Ну, химия. А на что ты свалишь? Не отделить просто. Или на физику? Ты не отделишь. Тебе надо быть гарантированно, что у тебя химия здесь ни при чем. То есть, электронная у тебя... Я говорю про опыт. Я имею в виду, что посмотрите, можно много разных таких простых опытов поставить, в которых меняется существенно. Ну, так они и так меняются. Все отлично знают, что ты возьмешь... Не, может быть чистое масло, да-да-да. Ты возьмешь... Взять из этого масла, допустим, состоящее из многих видов масел. Другая будет гидравлика или такая? Будет другая. А почему? А почему нет-то? Нет, как бы, это же в химии вообще ни при чем. У тебя... у тебя в масле, как правило, большие, длинные, например, по-солнечному, длинные органические молекулы. Химия в чистое? Да. Они вот такие большие, сложные. Они может с собой зацепляются, они взаимодействуют. Они очень сложные, очень большие. Ты намечаешь другого масла. Химические связи, а связи на уровне физики. Ну, как-то. Ты его возьмешь, оно будет меняться. Но тебе надо все вот эти эффекты, которые связаны с трением, с размерами, ты исключи. А работаешь одной чистой энтропией. Ну, если кто-то разумно вернулся. Ну, как разумно? Это есть большое. Свои, что получается, интересно было. Ну, просто уже сам по себе факт. делали анализ этой железной колонны, так или нет? По железной колонну следующую штуку. И вот она стоит такая большая в пригороде Дели, еще в каком-то городе стоит. И не ржавеет. И говорят ей 1600 лет. И совсем не ржавеет. Ну, А вроде медных свиток, которые нашли в Кумраде, тоже ну, инфлан. Ну, в общем, короче, я хочу сказать, что к высокоантропийным всяким этим вещам не имеет никакого отношения. Почему он не имеет отношения? А климат у них просто такой. Люди пытались от него брать кусочки, откалывать и вывозить, скажем, в Швецию для экспериментов. И он там спокойно ржавел. Это раз. А во-вторых, у него еще есть такое свойство. У него вообще чистое железо. Там есть немножко фосфора. А когда есть свойство фосфора, когда он на воздухе, образует специальную защитную пленку. Есть даже фирма американская, которая делает вот такие нержавеющие стали именно за счет пленки. Электролитические. В землю они, значит, ее раскопали и выяснилось, что там, где он с землей контачит, там слой ржавчины. Почти два сантиметра. А наверху она не ржавеет. Поэтому эта железная колонна, хотя она все рассматривается. Она, боюсь, что она не имеет никакого отношения к этому высококонтропийному состоянию. Вот. А как же медный свитер? Ну, медный свитер вообще из вратного. Может быть, там взяли медный свитер? Я и про 1600 этой железной колонны не верю, конечно. Но что проще, то взяли медный свитер? Медный свитер? Посмотреть, в чем проблема физический. Изотопного анализа никто не делал. Вот. Это вот интересное свойство изотопного анализа. Но до кочевого, там будет обычное железо. Но... То есть, никто не делал, то утверждать на одно... Никто не делал. Это вот интересно. Чему у нас все это дело может... Я все съел. Это... Если здесь какой-то вот кроме забавного физического эксперимента, ну, то есть, если классическая позиция верна, то мой эксперимент, который я предлагаю, во всех случаях даст отрицательный результат. Хотя, осуществить его достаточно тяжело. Тяжело взять различные изотопы и перемешать. Ну, в чем-то в мини-дозах может, еще? Ну, надо порошки перемешать. Почему? В чем сложность в железо перемешать? Ну, его надо иметь раз, где-то денег стоит, а с другой стороны аккуратно перемешать это проблема. Расплавить. В домашних условиях? Ну, не в домашних, даже в лаборатории определенная. Хорошо перемешать. Ну, перемешать. Ну, и все. А потом охладить и начать мерить его температуру плавления. Ну, различные свойства. Да, различные свойства. Вот такую штуку изготовить. Вот интересно, люди этим занимались или нет, потому что одновременно, если ты возьмешь контрольные образцы, каждый изотоп по отдельности у тебя свойства будут такие же, как и у натурального железа, чуть-чуть не отличаться, потому что там один изотоп доминирует сильно. Совершенно. Сколько я там? 95-97? А, 92 процента. 56 изотоп, он в это делается. Значит, это вот такие вот эксперименты чисто физические, которые я предлагаю. как он будет влиять на картину мира, чего я хочу заметить. Я вдруг сегодня вот только что в 15 минут готовился к этому докладу, и вдруг это понял, что, тем не менее, у нас такая странная концепция естествознания, она существует. Вы знаете, что я давно пытался атаковать понятие взаимодействия к физике. и вот здесь мы увидим, если я буду прав, мы увидим новый физический эффект без взаимодействия как такового. И есть еще одна замечательная штука, которую мы совершенно забыли. Вообще, честно говоря, странный физический эффект из не физических каких-то параметров. Почему эти физические параметры? Ну, когда с Балачовым рассуждаем о темпоральном и хрональном времени, о структуре некоторой, то мы, оказывается, что отправляем, всегда работаем со временем, но ведь есть понятие структуры, как и пространство, пространственный объект. Он приводил пример все время кристалла. Вот, говорит, кристалл это такая структура, которая пространственная. Отсюда уходил. А вот теперь предлагается что мы здесь со структурой вот этой самой пространственной можем работать именно в пространстве. Согласитесь, что это та же самая структура, только она распределенная в пространстве. Притом, между собой различные эти штуки не связаны взаимодействием, а связаны как-то иначе, как элементы структуры. Если она нам даст действительно другие физики, другую физику, то это как бы концепцию Александра Балачева очень хорошо подтвердит была бы. Тогда мы ко временем можем происходить. Вот, такая вот такая вот эта странная... Нет, время здесь вообще ни при чем. Мы пока... Оказалось, что концепцию Балачева по поводу структуры, структурную на уровне пространства, не переходя еще ко времени, он-то сразу же это все бросает и переходит ко времени, там у него мелодии, всякое прочее. Мы можем поставить, попытаться физически эксперимент и проверить ее на практике. Вот тем способом, которым я говорю. Потому что это вот... Чистое пространство имеет структуру. Да, не чистое пространство, а структурность, что у тебя есть некоторая система, и она как бы имеет структуру. Для нас обычная, традиционная вещь была для физиков, это что, когда у тебя есть там А и Б, и они связаны между собой взаимодействие, между А и Б. Это как бы для нас так реально все устроено. А и Б связаны взаимодействием. А есть еще понятие структуры, когда А и Б у тебя не связаны взаимодействием, а образуют просто общую структуру. А рядом с Б. И от того, что А рядом с Б, но не из-за их взаимодействия, не из-за химического, физического какого-то еще, а то, что из-за него, то у тебя как бы происходит изменение физических свойств. А у Балачева был... Свой системы. Да. Ну да, свой системы, свой... каждого из них поднимутся. А у Балачева, помните, у него было темпоральное время, когда эти А, Б, С и Д, они во времени были распределены, они между собой не взаимодействовали, но все вместе образовали некоторую структуру, которую он называл темпоральную структуру. Они каждый день были там обособлены. Обособлены. Ну, вместе всего там личинка, яйцо, гусеница и бабочка, они образовывали бабочку. Вот так я ему говорил Балачев. И здесь точно так же. У тебя есть некоторая структура, эта структура... И эта структура... Слушай, яйца личинка не связала, у меня друг друга вытекает. Ну, и... И тем не менее... Ну, я не хочу к этому вопросу опять возвращаться. Тем не менее, вот такая структура, что у тебя бабочка все вместе. Бабочка, она как бы все вместе. Точно так же здесь и в пространстве у тебя возникает самая... И получается ли так, что если он нечестно дальше двигаешь, что здесь все-все металл такие возможности достать, замешать и сделать такой сплав, то он будет наиболее какой-то продвинутый, с вами тропе будет больше всего. Да. Он будет вообще как бы суперметалл сплав. Да. Получается ведь, так? Неизвестно, что получится. нет, ответишь, товарищи. Я не знаю, как можно ответить. Мешать-то можно все, что... Да, свойство у тебя получится, но ты пойми, что... Энтропия, в своем смысле. Энтропия, да, но ты ее от химии не отделишь. Я понимаю, я не об этом говорю, я имею в виду, что если действительно энтропия влияет на свойства, ну помимо химических, это все понятно, химия сама по себе влияет. То есть еще добавляю, есть добавка энтропийная, тогда самый крутой склад, это будет склад, в котором намерен, что максимальное количество металлов, изотопов металлов и так далее. Да, поэтому я это очень дело приветствую, очень хотелось бы эту штуку сделать, для чего? Потому что есть такая мечта, слетать не на Землю, не куда-нибудь на планету, слетать на Солнце. А у него температура поверхности, там, по-моему, 5,5 тысячи градусов, да, она небольшая. И мы бы к этому делу близки, там, у нас весь вещество с температурой поверхности 4,5 тысячи. Но другое дело, через корону, которая 1,5 миллиона градусов, трудно будет пролететь как-то. Но, тем не менее, это очень смешно, что, если вот таким образом мы же располагаемость немного повысим, буквально на проценты, то можно сделать такой аппарат, который будет в какие-то там нужные времена работать на поверхности Солнца, плавать, скажем, при нем. Вполне это возможно. Если бы удалось пролететь через корону как-нибудь, ну, может, как-то можно через корону пролететь? Этим каким-нибудь куполом, коконом закрыть объект, который потом исчезнет. Ну, там сильные магнитные поля, и потом приземлиться на Солнце. И по нему поплавать некоторое время по этой плазме. Вот так можно за счет высокоэнтропийных сплавов попытаться их приготовить. Ну, на Солнце вообще интересно. Да, это понятно. Но сначала на Земле их переменить. Да, на Солнце. Интересно, что на Солнце... Ну, разумеется, на Солнце... В конце жизни Вселенной будет самая максимальная энтропия. Ну, да, наверное. Ну, надо разбираться, потому что меня след за Пригожиной. Пригожин здесь меня убедил совершенно, что, значит, что-то здесь не так. Что за энтропией скрывается нечто большее, чем переход из менее вероятного состояния более вероятного. Мы, кстати, с Булатом лет 5 или 6 назад пытались напряженно редактировать статью о Пригожине в Википедии. И никак не получалось. Ну, значит, там смысл был такой, что... Ну, статья была... Что они сначала эмигрировали, приехали в Германию, а потом вся семья уехала в Бельгию. И это объясняли, что это все было дело из-за гонения на евреев. Ну, евреи же бедные и несчастные, и начались гонения на евреев, и они не нужны переехать в Бельгию. А, значит... А год был 23-й, что было совершенно неправильно. Приехали они в Бельгию не по этой причине, а потому что Бельги говорят на французском, а родители у Пригожина знали французский, а немецкий они их не знали. И вот мы с Булатом ее редактировали, а ребята обратно откатывались в тему того, что бедная семья Пригожина имела проблемы в Германии из-за антисемитизма. Вот такая была история. Это я просто так, о Пригожине вспомнил. Вспомнил, вспомнил, как мы... Чтобы он добавил свой доклад больше не третий, чтобы он был крепче. Да, чтобы он крепче добыл. Просто было смешно, как мы о Пригожине просто статью редактировали в Википедии. Вот такая, значит, история возникла. И вот этого как бы недостаточно. Я же говорю, что это все может оказаться фейком. Но такой эксперимент было странно поставить. Ну и думали, что и в высококонтропийных сплавах никто им в голову не могло прийти. Что если использовать где-то вещества, не как лигирующие добавки, а в равных порциях их не мешать, то ты будешь иметь принципиальную физику и химию. И вот сейчас эта проблема, эти исследования, они как бы проводятся, они важны, конференции проводят. Но я предлагаю этот вопрос решать вообще радикально. Вот так взять и поставить эксперимент. То есть, как бы, условно говоря, уйти на социальный аэрис и ставить, это мешать больше народу в одном из государств. Различного. Да. И будет оно крепче. Да. Ну, и по крайней мере, не крепче в таком, в каком-то смысле социального. Да. Ну, замечательно. Ну, в каких-то смыслах оно будет крепче, да. То есть, у тебя чем сложнее система... Тем больше энтропии, больше беспорядка, когда оно будет крепче. Перемешенности, перемешенности. Это очень большая эта штука, что энтропия – это рост беспорядка. Это не так. Это совершенно не так. Это просто легенда. Ну, наоборот, больше порядка. Потому что, когда у тебя взял соленую воду и пресную воду, у тебя беспорядок. Одной стороны пресная, с другой стороны соленая. А потом они равномерно перемешались. У тебя стала везде одна и та же соленость одинаковая. Порядка-то больше стало. Все натрий-хлор ходят в стройными рядами. Везде его концентрация равна, наверное, во всех участках. Нет, просто в какой-то момент будет порядка больше. Это не беспорядок, это порядок. Точно так же, ты возьмешь два куска какого-то вещества. Порядок, допустим, в газе, который находится в стационарном состоянии, то есть в равновесном состоянии, беспорядок, это явно больше, чем, допустим, в газе, в котором какие-то там, ну, скажем, циклические движения происходят или что-то в этом роде. Не знаю, но вот это, мне так кажется, как раз, что порядок. Ты вот точно так же возьмешь два, например, железа и золота, положишь на тиски и сожмешь их тисками. И через некоторое время у тебя в золото возникнет железо, а туда возникнет золото. И вроде бы и будет красивая картина. Тут был беспорядок с одной стороны золото, а с другой стороны железо. Беспорядок, потому что в одном, в другое, в другом. А потом у тебя стала упорядоченная структура. У тебя ровное количество и золота, и железа, вот они друг в друга, они проникли. Определили, что такое порядок, что такое беспорядок? Ну, не знаю. Есть процессы, пока смешиваются, там может быть беспорядок. А потом новые, они не стали. Нет, поэтому оно как бы... То есть у тебя неравномерная, правильно сказать, система, они переходят более равномерно. Надо лезть земный шар, все наруты перемешать поравномерно, чтобы через одного. И наступить в мир углодательный. Ну, не обязательно. Теоретически логично, да. Вопрос можно, Игорь? Да. А вот вы говорили, что химические свойства материала зависят от количества электронов. Да. Это что это? Это как ты это доказывали? Как и доказывали? Да. Я просто первый раз по этому слышу. Да? Ну, много... Это болезнь, например. Да. У тебя химические свойства никак. Есть у нас, значит, водород. Ну, это, наверное, новый доклад, да? Нет, это старый. А зачем это говорят? Это пизи слова. Вот, у тебя внутри болтается один всего лишь электрод. Вернем другой водород. У него тоже опять болтается другой электрод. Им выгоднее, это одинное состояние, им выгоднее справиться. Почему? Потому что у одного спина будет в одну сторону правильно, у него будет в другую. И вот они взялись, и отсюда, и они как бы спарились. И у нас возникла монекула водорода. И у них как бы эти электроны, они слегка обобществились. И между ними возникло... Поэтому свойства вот этих двух электронов, они определяют химические свойства вещества. Везде так. Вот кислород. Берем кислород, значит. Точно так же есть водород. И выясняется, что этому самому электрону внешнему приятней находиться поближе к кислороду чуть-чуть. Чтобы кислорода, внешняя оболочка оказалась заполненная. Вот эти вакансии на внешнюю электронную оболочку кислорода, их две. Поэтому кислород берет и себе притягивает еще две молекулы водорода. Ой, два атома водорода. И возникает что? То самое страшное вещество, выброс которого несколько лет назад в Индонезии привел к многочисленным человеческим жертвам. Несколько сот тысяч человек. И про которое точно известно, что все, кто умерли, это вещество пили и употребляли внутрь. По этой причине, которого его надо обязательно запретить. Вот. Обладает формула H2O. Очень страшное вещество. От него там бывает большое количество странных вещей. А по большому счету, вот это вода. Вот так она происходит. Это очень странно, Александр Дмитриевич, что вы об этом слышите первый раз в жизни. Потому что это является содержанием и сердцевины курса химии и физики за среднюю школу. Я заканчиваю. Ага. Продолжение следует...